За 6 месяцев этого года почти 3800 детей попали под колеса автомобилей. Больше 70 погибли. Такова статистика госавтоинспекции. Треть всех аварий происходит на пешеходных переходах. Поэтому перед началом учебного года все переходы около школ приводят в соответствие с новыми требованиями. Такое поручение дал президент глава регионов. Как теперь будут выглядеть дорога в школу и станет ли она безопаснее? Школа номер 6 города Ефремова. Чтобы в нее попасть, нужно перейти одну из центральных улиц города, Красноармейскую. Ежедневно по ней проезжают тысячи автомобилей. И если еще недавно дорога в школу была больше похожа на лотерею, успеет водитель затормозить или нет, то сейчас все изменилось. У нас есть пешеходная дорожка, оборудована лежачими полицейскими вблизи входа в образовательные учреждения. А также имеются и осветительные информационные предупреждающие знаки, что здесь находятся пешеходные переходы. Теперь переходы возле школ должны соответствовать новым национальным стандартам. Такое поручение дал президент главам регионов. По новым правилам между проезжей частью и тротуаром вдоль школы нужно установить ограждение. Разметка должна быть видимой. Ее наносят специальной светоотражающей краской. За 50 метров от пешеходного перехода необходим знак «Осторожны дети», а за 10 – «Лежачий полицейский». Также должна быть ограничена скорость движения – 20 км в час. В последующем мы обязательно все такие переходы опасные будем снабжать моргающими элементами. Это привлекает внимание водителей и, в общем-то, оценка от людей. Люди уже тоже комфортно себя чувствуют при переходе. Новые требования очень строгие, но в местной администрации уверены с задачей справиться. До 1 сентября все работы необходимо завершить. А родителям перед началом учебного года эксперты советуют самим убедиться, стала ли дорога в школу действительно безопасной. Сергей Речиц, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей.